Выходит у Али Куржев. Да, это начинается стадия 1-8 финала. Заслуженный мастер спорта. Уверенно. Всегда он уверенно так выходит на ковер, перешагивает красную линию. Такая у него традиция. Очень красивая у него всегда встреча. Он такой пластичный борец. Борется как кошка. Его бросить фактически невозможно. Это редко вообще получается у кого-то. Выкручивается из всех ситуаций. А сам такой у него манера борьбы. Даже больше похожая на дзюдоистку. Он всегда рвется в атаку. Преследует всюду и везде. Не останавливается. Но в общем не зря имеет звание заслуженного мастера спорта. Двухкратного чемпиона мира. Чемпиона Европы. И каких только у него регалий нет. Еще с юношеских времен он закрепился в сборной. Плавно из юноши в юниор. Из юниора в мужчины. Пришел сразу вытеснил лидеров. Очень талантливые братья у нас. Напомним брат-близнец. У него Али. На ковре у нас Уо Али. Брат Али. И вот захватили они сейчас лидерство в России. На чемпионате страны вышли в финал. Защищается Монгола всеми силами. Надо конечно понимать у Али, что единственная опасность, которую таит всеми представители Монголии. Это корпусные движения. Туда лучше не лезть конечно. Хотя может быть... Ну Али сам достаточно хорошо ориентируется. Он здорово ориентируется. Но в другом... В других захватах он конечно посильнее. И он дорабатывает здорово. И 4 балла. 4 балла получает. Зал аплодирует. Да, действительно красивое движение. Честно говоря, мне кажется, есть установочка такая. Побороться, прогреться. И не одерживать победу очень быстро. Потому что была возможность сейчас у Али накрыть на удержание. Он так достаточно лояльно смотрел по сторонам после проведения броска. И сейчас смотрит. Хотя он может уже рычаг колена сделать. Но видим он... Просто я знаю, как он борется. И он может все эти движения делать в разы быстрее. И переходить от одного к другому. И соперник будет просто теряться. И надо отметить, что по-прежнему скользко на матах. Вот подскользнулся сейчас у Али. Снова делает мельницу. Может быть даже несколько осторожничает. Потому что действительно... Отмечают спортсмены, что скользкие ковры. Ну вот, видимо, опасная ситуация. Как раз хотел опять провести свой замысловатый прием спортсмен из Монголии. Но у Али у нас это акробатка. Борец-акробат, которого... Невозможно на спину уложить. Но только если он сам не прилег. А насчет того, что ковер скользкий. Даже вот сходила сейчас в раздевалку. Выяснилось, что вчера уже на финал одна из девочек умудрилась где-то найти двусторонний скотч. Пойти на такое ухищрение и приклеила на подошву себе на борцовке скотч, чтобы была более... Четыре балла и конец встречи. Поздравляем у Али. Надеюсь, скользкие ковры не помешают ему так же уверенно действовать. Мы видим, что зал-то постепенно запомнился. Да, несмотря на то, что сегодня будние дни начались. Да, сегодня уже не воскресенье, но мы видим, что фактически такая же ситуация на трибунах, как и вчера. Жестко цепляется. Жестко цепляется. Вот такой комментарий. От О'Али. Но, тем не менее, ему это не помогло. Цепляться жестко – это такое качество. Не сильно, да, в борьбе помогающее. Помимо него нужно еще многими качествами обладать и не падать.